Международный благотворительный фонд Оркестр русских народных инструментов «Русская мозаика» детской музыкальной школы имени Гайдна «Город Москва». Руководитель и дирижер, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ревка. Иосиф Тамарин «Вспомним братцы Россов Слава» Руководитель и дирижер, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ревка. Руководитель и дирижер, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ревка. Руководитель и дирижер, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ревка. Руководитель и дирижер, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ревка. Руководитель и дирижер, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ревка. Вадим Виберган «Вальс посвящения Андрееву». Руководитель и дирижер, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ревка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжим программу пианистка Мария Тышланкова. Мария приехала из Ростова-на-Дону. Она учится в средней специальной музыкальной школе при консерватории. В восьмом классе у преподавателя профессора консерватории имени Рахманинова Сергея Осипенко. Марии 14 лет, около двух лет она является стипендиатом Фонда Владимира Спивакова, участницей программы. Играла уже в этом зале, в Доме музыки, в музее имени Пушкина, в Зарядье. Она с первого года обучения стала показывать очень большие успехи. Выступала на конкурсах, играла с симфоническим оркестром Ростова-на-Дону. И Мария может сказать о себе, что она отличается удивительной усидчивостью. Может часами заниматься и добиваться тех целей, которые она поставила. Что немаловажно для любого пианиста. Ведь пианистов очень много. Чтобы показать какие-то результаты, надо очень много заниматься. Это, кстати, один из самых сложнейших инструментов. Именно фортепиано, потому что большая конкуренция и, соответственно, очень высокий уровень музыкантов. Пианистов больше всего на любом конкурсе. В любой музыкальной школе самый большой класс это класс пианистов. Ну а Мария успешно строит свою карьеру. Мы за ней пристально наблюдаем, поддерживаем и пытаемся помогать в ее сложном пути. В исполнении Марии Тышланговой прозвучит этюд «Картина номер один» Сергея Рахманинова. Опус 31. Мария Тышлангова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Аплодисменты. Субтитры подогнали Симон. Симон. Аплодисменты. Симон. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Наша следующая участница, исполнительница на скрипке, Анна Савицкая, приехала из Астрахани. Анна учится в детской школе искусств имени Максаковой. Анне 13 лет, она учится в 7 классе музыкальной школы. И так она родилась в музыкальной семье. Ее мама пианистка, папа исполнитель на балалайке, бабушка, хормистер. И, конечно, как только Анна начала напевать первые мелодии, родители сразу определили, что у ребенка абсолютный слух. Куда отдать ребенка с абсолютным слухом? Конечно, на скрипку. И сразу же с первых лет обучения Анна начала показывать успехи. Стала лауреатом многих конкурсов. Трижды завоевывала первые места на Астраханском конкурсе «Звездочка России». Принимала участие в конкурсе, который проводился дистанционно в Стокгольме. Стала там лауреатом. Но вот за пределы Астраханской области Анна Савицкая выехала впервые. Это ее большой дебют, большое событие в ее творческой карьере, поэтому мы очень надеемся на вашу поддержку. Сергей Рахманинов, апрель. Исполняет Анна Савицкая, партия фортепиано Александра Савицкая. АПЛОДИСкая, партия фортепиано Александра Савицкая. Савицкая, партия фортепиано Александра Савицкая. Савицкая, партия фортепиано Александра Савицкая. АПЛОДИСкая, партия фортепиано Александра Савицкая. АПЛОДИСкая, партия фортепиано Александра Савицкая. АПЛОДИСкая, партия фортепиано Александра Савицкая. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень тяжело интонировать и играть чисто. И вот посмотрим, как справится с этой задачей Михаил Мельников из детской школы искусств имени Баха. Георг Фридрих Телеман. Концерт для трубы Биккола. Вторая часть. Партия фортепиана Елена Натарова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Екатерина Лошенкова приехала к нам на концерт из Омска. Екатерина Лошенкова стала обладательницей гран-при областного проекта Кубок губернатора Омской области. А сегодня мы с радостью представляем ее вам на камерной сцене Дома музыки. МИЁ СЮИТА СКАРАМУШ Третья часть исполняет Екатерина Лошенкова партия фортепиано Наталья Миронова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Аплодисменты. 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 имени Локтева, художественный руководитель Леонид Фрадкин, педагог-балетмейстер, заслуженная артистка России Ольга Нолкова. «Улечка, учись танцевать» – постановка Светланы Стрельцовой, а на сцене младшая группа. «Улечка, учись танцевать» «Улечка, учись танцевать» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 ПОЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. 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 Дорогие друзья, он и подошел к концу этот сезон. Мы очень надеемся, что в следующем сезоне мы обязательно встретимся с вами вновь. Хорошего вам лета. До встречи! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА